И первый вопрос, который я хочу задать, я думаю, и вам это будет интересно услышать на него ответ и всем зрителям, естественно. Борис Валентинович, может, вы ответите. Вот когда вы, космонавты, там наверху, работаете в космосе, какие песни для вас наиболее желанны? Какие песни вы слушаете с большим удовольствием? Ну, во-первых, очень хорошие песни. И сейчас стало традиционным уже, когда космонавты летают, им передают музыкальный привет и композиторы, и поэты, песенники, певцы, артисты. И всегда это очень приятно. И эти свободные минуты, которых не так много на борту, всегда очень приятно слушать. И уже не один советский космонавт, советский человек побывали в космосе, любовались замечательной голубой планетой Земля. А завершив задание, они приземлялись в заданном районе. И вот то незабываемое чувство. Космический корабль касается Земли. И первое, что мысль первая, которая приходит к космонавту, это, ну вот, полет окончен, мы на Земле, мы дома. И вот это незабываемое чувство, вы знаете, это чувство еще более остро, когда задание трудное, когда полет длительный, все это более остро ощущается. Наверное, это можно сравнить с тем чувством, которое испытывает человек, когда он переступает порог родного дома. После трудных дорог, после долгой разлуки. И вот он, наконец, дома. Вот это незабываемое чувство, чувство отчего дома. Отчий дом. Это очень хорошо, что вы на эту тему говорите. Это важно для всех. Вы на эту тему говорите. Это важно для всех, которые не находятся в родном доме. И это касается не только вас, космонавтов, но и нас, артистов, нас, певцов. Мы тоже летаем все время, но немножко ниже, ниже лета, ниже, чем вы. Но я бы хотел для вас, космонавтов, и для вас, которые дома сидят, спеть песню, очень красивую песню Мартинова и Дементева «Отчий дом». Разрешите. Спасибо.